Здравствуйте, меня зовут Елена, я представитель отдела обеспечения качества, отдела тестирования. Сегодня я расскажу вам о том, что такое технические работы и почему нам приходится отключать вас от игры на какое-то продолжительное время. Технических работ у нас несколько видов. Это могут быть какие-то серверные обновления по пятницам, по понедельникам. Могут быть какие-то клиентские обновления, например, HotFix, а могут быть большие патчи, которые мы выкатываем раз в месяц, в полтора, в два. У каждого, конечно, свой путь и свои сопутствующие сложности и какие-то технические решения. Для начала о маленьких патчах, то есть о серверных изменениях. Как правило, в понедельник и пятницу у нас это включение-отключение каких-то активностей, то есть дополнительный заработок в опыте или в кредитах, или еще какие-то акции на выходные. Соответственно, для такого изменения нам много времени не требуется. Как правило, отключается на полтора часа. Полчаса у нас идет на то, чтобы люди поиграли, доиграли свои бои. После этого мы накатываем изменения, проверяем по своим чек-листам и открываем логины. По средствам у нас, как правило, больше изменения. То есть это не только серверные, например, смена цены у оперативников, но также какие-то, может быть, фиксы, какие-то изменения по хостам, серверам. В общем, технические вопросы. Это все стараемся оставить на среду. Тут уже нужно больше времени. С чего у нас вообще начинается все это? Для начала мы решаем, что мы будем выкатывать в тот или иной день. После того, как мы это решили, каждый участник команды, который к этому причастен, готовит свои изменения в отдельной ветке. То есть есть у нас общий репозиторий, общая куча, так скажем, в которую все все отдают, которая есть наша игра в рабочем состоянии. И от нее есть небольшое ответвление, в которое отдаются правки для каких-то отдельных видов активности патчей. Соответственно, такая веточка, например, на пятницу обновления, она выкатывается на тестовое окружение, собирается. То есть что такое окружение? Это изолированная система, в которую входит все, что нужно для игры. То есть в случае вас, игроков, это продакшн окружение. То есть туда входят и сервера, и клиенты, и лончер, и сайт, и все остальное. Есть такие же тестовые окружения, они поменьше. То есть если продакшн у нас рассчитан на большое количество игроков, то тестовые окружения, они на какое-то маленькое количество, которое там десятками исчисляется. Кстати, с этим связано то, что мы не можем проверить большие нагрузки перед тем, как выкатить, и что впоследствии выливается на проде, в проблемы, которые вы вылавливаете, когда сразу толпой заходите и начинаете играть. Но об этом чуть попозже. После того, как на тестовом окружении все проверили, соответственно, мы готовим патч на прод. Тут же подключается СММ. Они готовят различные новости, картинки и вся информация, которая может вам понадобиться по обновлению. Мы собираем серверный или клиентский патч на продакшн окружение, и оно ждет публикации. Делаем мы это заранее. А заранее почему? Если серверное какое-то изменение, то, конечно, оно делается быстро. То есть сборка порядка 15 минут. Но если это клиентское изменение, то оно может доходить до 8 часов сборка. Сборка – это техническое состояние игры. То есть некая программа берет вот этот наш репозиторий в веточке состояния игры и начинает делать магию. После того, как оно магию сделает, есть собранный патч, который потом и будет роздан игрокам. В целом, если собирать с нуля, то это порядка 2,5 часов. Но так как на продакшне игроки уже поиграли в игру, соответственно, программа это должна не только собрать, но еще и проверить все предыдущие обновления, все предыдущие патчи, собрать список изменений по сравнению с предыдущими патчами и создать вот этот новый. Это позволяет вам не скачивать каждый раз игру с нуля, а скачивать только какой-то небольшой кусочек, вот это само обновление на 6, 50, 300 мегабайт. Поэтому этой программе приходится тяжелее, то есть она затрачивает больше времени. Плюс к 2,5 часам сборки, соответственно, добавляется время на перепроверку всех предыдущих патчей и сборку вот этой разницы. И чем больше было патчей до этого, соответственно, тем больше программе приходится проверять. Вот сейчас у нас это доходило до 8 часов. Поэтому все выкатки на прод готовятся сильно заранее. За несколько дней у нас уже билд готов, и он висит на ожидании. После того, как у нас готово все и ожидает, мы ждем времени, когда можно будет отключить логин. То есть за полчаса примерно мы запускаем на клиента оповещение. Эта механика добавилась недавно, но теперь в клиенте видно, когда у нас начнутся техработы. То есть через полчаса игра закроется. Соответственно, игроки, которые в бою или вообще в принципе в игре, они могут видеть это предупреждение. Для игроков, которые не в игре, у нас есть предупреждение в лаунчере о том, что техработы будут и на сайте. Соответственно, обычно 9.30 мы закрываем логины. То есть игроки, которые не были в игре, зайти в нее сейчас не смогут, а игроки, которые были в бою, смогут доиграть свои бои до получения постбаттла и только потом их выкинет из сервера. После того, как все игроки покинули бои, доиграли, то есть получается это около полчаса мы ждем, мы запускаем, мы запускаем, публикуем. Если сервер мы можем ограничить на количество игроков, то есть вот закрыть логины и допустим пускать только конкретных людей, например, тестировщиков, то лаунчер у нас у всех с вами общий, поэтому когда мы выкатываем клиентское обновление, вы видите во время технических работ, что у вас обновляется сам клиент. Но при этом зайти в игру вы не можете. Не стоит, конечно, паниковать, мы просто продолжаем. Кроме того, что мы выкатили и раздали, нам еще нужно самим проверить. Проверять обязательно, потому что на этом этапе тоже могут возникать какие-то ошибки. У нас есть несколько видов чек-листов для проверки, то есть это какие-то быстрые проверки для маленьких серверных обновлений, буквально зайти в бой, получить пост-баттл, выиграть зачистку, посмотреть, что оперативник меняется, что на него можно купить камуфляж. Есть и побольше лист для каких-то более серьезных обновлений, некоторые клиентские вход фиксы, допустим, включают. Это, соответственно, к тому скопу, который был, и еще добавляется проверить все виды боев, то есть все режимы, то есть, соответственно, ПВП и ПВЕ. Проверить все основные механики, проверить логин, разлогин и все остальное. Вот, и есть большой чек-лист, там даже не чек-лист, но, в общем, финальная проверка, так она у нас называется, она у нас длится несколько дней до недели, это перед выкаткой больших патчей, и, конечно, там мы проходимся по всей игре. После того, как мы все проверили на сервере, на клиенте по своим чек-листам, все сопутствующие технические работы сделаны, мы открываем логины и оповещаем вас о том, что можно играть. Почему мы можем задержать? Потому что на этапе проверки могут возникнуть какие-то технические сложности. В принципе, любое создание программы, вообще работа с какими-то техническими средствами, не дает стопроцентной гарантии, что это все будет работать, и прям можно быть стопроцентным уверенным. Всегда может произойти что-то непредвиденное. То есть, даже если мы полностью уверены в программе, полностью уверены в том, что в своих правках, и что мы сейчас отдаем, всегда может, допустим, упасть сервер. То есть, технически машина может там сломаться, еще что-то. Это непредвиденные обстоятельства, и из-за них приходится откладывать открытие логинов на попозже. Конечно, мы стараемся как можно быстрее все исправить. Опять же, отложить можно не только из-за проблем, но и из-за решения, допустим, увеличить количество серверов, например, сейчас решили, или там не только на клиенте-сервере правки вносились, а, например, еще и на сайте параллельно, потому что наш сайт закрывается вместе с игрой. Вот. Ну, обычно о таких изменениях известно заранее, поэтому мы время знаем. Так что, если мы продлеваемся, то, как правило, это какие-то именно проблемы. Вот. Если у нас возникают проблемы из-за большой нагрузки, то есть мы открыли логины, и дальше вы все быстренько толпой зашли. Ну, вот, например, была проблема, мы не предвидели, что, когда откроем такую механику, как пролог, все ринутся в нее сразу играть. В прологе техническое сложно, что там нужно под каждый пролог отдельное большое место, как под целую миссию на 4 или на 8 игроков. Тут немножко не рассчитали, поэтому, конечно, большой поток людей просто нам положил арены. И пришлось быстренько закрываться и быстренько увеличивать технические возможности нашей игры. И таких нюансов может быть много, потому что, как я уже говорила, тестовые окружения, они маленькие, рассчитаны на маленькое количество людей, и поэтому такие все моменты мы отследить сразу, ну, физически не можем. И возникает эксцессы о том, что о том, что вы положили нам игру, или какие-то проблемы серверного характера, что, допустим, начинает падать начинает падать клиент. Когда мы видим, что массовые игроки жалуются на что-то на всех площадках, мы, конечно же, их обязательно мониторим, всей командой, мы принимаем решение, что вот сейчас для того, чтобы игрокам было комфортно, нужно срочно пофиксить те или иные проблемы. После того, как приняли решение, программисты примерно прикидывают, сколько времени им нужно для того, чтобы это исправить, ищут ошибку, исправляют, тестировщики примерно прикидывают, через сколько они смогут это все проверить. И из этого получается у нас время, когда мы выкатим новый фикс. Бывает такое, что мы выкатили и опять какие-то проблемы возникли. И опять приходится ход виск. Как правило, это после больших патчей. Конечно, когда мы переходили на свои сервисы, сервера, свои технологии, это все было сделано быстро, почти что на коленке, поэтому могло быть в каких-то местах нестабильно, но мы тут же это отлаживаем. но отлаживается все это быстро, а почему выкатывается долго? Потому что долго собирается клиент, то есть, как я уже говорила, до 8 часов. И если мы перед большими патчами можем заранее это сделать, за несколько дней у нас уже все собрано, все готово, то во время ход фиксов, конечно, приходится именно ждать, когда все это соберется. Именно поэтому мы все наши обновления делаем в среду, большие, глобальные, потому что, во-первых, в понедельник, вторник мы уже сами все перепроверили, все готово, а во-вторых, у нас есть еще четверг, пятница, до выходных, для того, чтобы исправить какие-то критические ошибки. Почему до выходных? Потому что все равно большинство людей работает по пятидневной рабочей неделе, поэтому больше всего игроков все равно на выходные. Вот, а почему у нас обновление происходит в 9.30 в 10 утра, это уже привязано к нашим серверным активностям, это смена квестов, смена спецопераций, это все у нас стоит на 10 утра. Если мы будем обновлять позже, то может произойти такая ситуация, как была в прошлом раз, то, что игроки, попавшие в игру с 10, например, до 11 утра, получили старый квест, а игроки, которые пришли уже после обновления, получили все новые квесты, и тем игрокам, которые в тот час попали, им пришлось вручную переначислять. Для того, чтобы таких технических накладок не было, мы все-таки стараемся в 10 утра именно обновляться, то есть в 9.30 закрывать логин. Соответственно, тогда у игроков после того, как вы зашли в игру, после открытия логинов, все корректно начислено, все правильно работает, и вы можете спокойно выполнять задания. Ну и также, конечно, систему будем дорабатывать по квестам, чтобы таких накладок не было. Вот. А почему не раньше, почему не ночью? Просто потому, что ночью, если что-то делать, программировать, возникает просто больше ошибок. Все равно человек ночью должен спать, чтобы утром со свежей головой. Ну и вообще, когда ночью люди задерживаются или что-то делают по ночам, как правило, ошибок, конечно, возникает больше. Мы живем по московскому времени, поэтому у нас все привязано на 10 утра по Москве. вот. Что еще? Какие вопросы были? Почему не можем поставить больше срок и закончить пораньше? Потому, что у нас все обновления, те же серверные, вот эти небольшие правки, изменения каких-то конфигов, они все достаточно стандартные и мы уже знаем, сколько времени нам нужно для того, чтобы опять же собрать и для того, чтобы проверить. То есть, все чек-листы у нас, они подразумевают какое-то ограниченное количество времени, которое мы знаем уже заранее. Поэтому мы всегда, когда выкатываем какие-то обновления, уверены, знаем и верим, что все будет хорошо и мы откроемся вовремя. Поэтому ставим стандартное время. Допустим, если по средам, то это с 9.30 до 12. Если понятельник и пятница, то это с 11.00 до 12. Вот. Так что просто за это время мы успеваем все выкатить и проверить. И мы никогда не предполагаем, что сейчас мы откроемся и все будет плохо. Поэтому всегда все новости пишутся в определенное время. Вот. Вроде все, что мне спрашивали, я рассказала. Мне очень приятно, что я смогла вам хоть что-то объяснить о нашей игре с технической стороны. Очень надеюсь, что приду и еще отвечу на какие-то ваши вопросы, что вы будете задавать, особенно по тестированию. Это наша стихия. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. и до